Сегодня я хочу рассказать о том, как действительно зарабатывать деньги на YouTube. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Старунов, я являюсь сертифицированным специалистом YouTube, экспертом в области создания, продвижения и монетизации каналов для бизнеса и влогинга. Тема, собственно, подобрана не случайно. Буквально на днях я встречался с одним человеком, экспертом в своем деле, скажу прямо, это был фотограф, который действительно и в теории, и на практике имеет колоссальный опыт, очень много знает, мы долго с ним общались, часа полтора это точно. И что получилось? Мне была интересна его тематика с точки зрения расстановки света, ему была интересна тематика YouTube, на этом мы и сошлись. И как выяснилось, человек, имея колоссальный опыт и который мог бы им поделиться, совершенно не знает всех прелестей и тонкостей YouTube, как это поможет ему в экономическом плане развиваться, зарабатывать деньги. И, собственно, поэтому я решил записать это видео и рассказать вам, какие же основные действительно заработки есть на YouTube и как можно зарабатывать очень приличные суммы, собственно, что позволит вам сделать свой канал источником, единственным, скажем так, основным источником вашего дохода. В принципе, варианты заработка подойдут абсолютно для любого человека, который является экспертом в той или иной области. Ну а согласитесь, каждый из нас в той или иной степени экспертен в чем-то. То есть мне интересно продвижение на YouTube, я считаю себя экспертом в этой области. Человек, с которым я встречался, эксперт в области фотографии. Есть эксперты-видеографы, есть эксперты, которые могут научить английскому, немецкому, французскому рисованию, вышиванию и так далее и тому подобное. То есть сфер очень много и каждый человек является экспертом в какой-то области. И вот эти знания действительно можно монетизировать за счет YouTube, зарабатывать на этом деньги. Первый вариант. Вы на своем канале делитесь информацией по вашей сфере деятельности, помогаете людям решать проблемы. Например, я фотограф. Представим, что я фотограф. Я знаю очень много, а есть люди, которые хотели бы заниматься фотографией, фотографировать как профессионально, так и любительски, но им не хватает опыта и знаний. Я, как эксперт, могу поделиться этими знаниями. Ну, например, как выбрать фотоаппарат, как выбрать объектив, как настроить диафрагму, что такое диафрагма, что такое выдержка и так далее. Я обо всем этом могу рассказывать на своем YouTube-канале. Соответственно, люди это ищут в поиске. Они находят мой канал, смотрят, подписываются, задают мне вопросы, я с ними общаюсь и так далее. Плюс первый, как можно зарабатывать. Во-первых, я, например, могу показать, как делать предметную съемку, качественную, крутую предметную съемку. Вот с тем фотографом, с которым мы разговаривали, он говорил, что случайно с ребятами из Москвы познакомился, они увидели, они попросили сделать для образца предметную съемку, он сделал, они были в шоке от того, как он, во-первых, сделал круто, а во-вторых, от стоимости. Потому что в Москве ценник на эту же работу отличается в разы, просто в разы. Ну, скажем так, у нас это стоит один кадр 800 рублей, в Москве там вот, к примеру, 3-4,5 тысячи рублей ниже не подходи. Вот поэтому ребята решили теперь работать с ним. Им дешевле прислать любой транспортной компании образцы того, что нужно сфотографировать. Он здесь фотографирует, отсылает им снимки по электронной почте либо через любой мессенджер. Мессенджер сейчас это не проблема. Соответственно, на этом можно зарабатывать. Вы показываете свою экспертность, к вам начинают обращаться с заказами люди и за это платят, за эти заказы. Второй вариант. Вы показываете свою экспертность в той же фотографии и к вам начинают обращаться производители. По мере роста, естественно, вашего канала, в принципе, либо вас заметят, начнут к вам обращаться, либо при определенном уровне, например, вы набрали там тысячу, две, три тысячи подписчиков и вы уже сами можете искать людей, рекламодателей, которые к вам обратятся. Производители фотокамер, производители объективов, производители штативов, производители всего, что связано с фототехникой. Можно к ним обращаться, тестировать их продукцию на своем канале, показывать, как это работает, и за это они вам будут платить деньги. Не обязательно быть экспертом, естественно, в фотографии, можно быть экспертом абсолютно в любой области и зарабатывать на этом деньги. Получать либо клиентов, которые будут приходить и делать у вас заказы, потому что вы эксперт, либо производители, которые будут рекламировать свою продукцию, свою технику через ваш YouTube канал. И, естественно, чем больше ваш YouTube канал, тем дороже будут стоить ваши услуги. То есть вот таким образом ребята зарабатываются действительно хорошие, приличные деньги на YouTube. Да, есть еще монетизация, это прямая партнерка от YouTube, грубо говоря, когда в ваших роликах показывается реклама, и за это вам платится денежка. Грубо говоря, за тысячу коммерческих просмотров на российском пространстве можно заработать от 0,5 до 3 долларов за эти тысячи просмотров. Но я скажу так, что на эту сумму рассчитывать в принципе смысла нет. То есть идти на YouTube, чтобы зарабатывать чисто на партнерке, потому что это копейки. У меня три канала, в общей совокупности мы имеем каждый месяц более миллиона просмотров. Заработок, ну, где-то в среднем 200 долларов с этих миллиона просмотров. 200 долларов, ребята, это по нынешнему курсу пускает 12 тысяч рублей, то не дотягивает 11 тысяч рублей. То есть это заработок ни о чем. А зарабатывать на своей экспертности можно гораздо больше. И если вы хотите зарабатывать на YouTube, то вот к этому нужно стремиться, а не рассчитывать на партнерку. Да, это приятный бонус, скажем так, который можно копить и улучшать свою технику. Например, купить хороший звук, когда накопится, покупать объективы, фотоаппараты, видеокамеры и так далее, свет устанавливать и так далее и тому подобное. Но основной доход, это доход, который вы, как эксперт, будете получать от ваших клиентов, которые посмотрят, как вы работаете и будут к вам вращаться. Либо вы будете получать этот основной доход от рекламодателей, производителей какой-либо техники, продукции, которая связана с вашей тематикой, услуг, программ и так далее, который вы будете тестировать, рекламировать. Естественно, это все надо делать в рамках разумного. Не врать людям, не врать своим подписчикам. Если вы взяли на тест какую-то камеру, затестили ее, то, естественно, вам не понравилось, а вы будете рассказывать, что она крутая и классная. Ну, вам люди просто не будут верить и ваш канал... Да-да-да, именно так и произойдет. Но я надеюсь, вы не такие. Ради наживы вы не будете врать людям, а будете говорить и всегда искренне, и всегда правду. И если так и будет, то вас и ваши зрители будут любить, и рекламодатели к вам будут в очередь выстраиваться. Чего я вам, собственно, и желаю. Вот такое видео сегодня получилось. Надеюсь, оно будет вам полезно и разложит у вас в голове по полочкам, что такое заработок на YouTube. Потому что с человеком, с которым я общался, когда я ему это все объяснил и рассказал, он сказал, блин, круто, вот теперь я понимаю, зачем нужен YouTube, и теперь я буду делать свой канал. Надеюсь, у вас будет то же самое. Ну, если действительно было полезно, интересно... Да-да-да. Ставим лайки, друзья, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями, потому что они же тоже хотят знать, как можно зарабатывать деньги на YouTube. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам удачи и успехов во всех начинаниях. До встречи в новых видео. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok